Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Россия приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. По официальной версии, причина такого решения – забота о фитосанитарной безопасности. Некоторое время тому назад Росельхознацор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна, продуктов его переработки, а также томатов, перца и семян подсолнечника. Важно подчеркнуть, что еще раньше руководство Казахстана запретило ввоз на территорию Республики Российской Пшеницы до 1 января 2025 года. Как заявили некоторые эксперты, перерастание обычных разногласий в самую настоящую торговую можно было бы избежать, если бы Астана прислушалась к обеспокоенности Москвы и вовремя приостановила выдачу означенных документов. Но этого, увы, не произошло. В результате импортеры казахстанского зерна из Турции и Европы уже столкнулись с трудностями транзита через территорию России. А сами казахстанские производители назвали эти ограничения ответом Москвы на действия руководства Республики Казахстан. Что ж, прозорливости им не откажешь. Впрочем, в этом случае причины и следствия находятся на поверхности и известны каждому, кто хотя бы раз в день пролистывает ленту новостей. Сколько мы уже встречали за последнее время сообщений о все новых и новых ограничениях, вводимых Казахстан против предприятий и граждан. Вот только до поры до времени Россия предпочитала на это не реагировать. Мы, если говорить с точки зрения нашей дипломати, вообще не склонны выносить ссоры из избы и привыкли вполне себе мотивированные решения прятать под вуалью заботы о санитарной безопасности. Полагаю, историю воды Боржоми и грузинских вин, которые несколько лет тому назад, по мнению Распотребнацора, внезапно стали страшно опасны для здоровья россиян, а потом также внезапно перестали таковыми быть, помнит все. Не мне, разумеется, давать советы нашему МИД. Дипломатия – штука тонкая. Но в силу как раз ее тонкости действовать столь легко читаемыми методами, доводя сначала своим долгим молчанием ситуацию до края, все же неправильно. А край, видимо, наступил после того, как Казахстан подписал соглашение с американским агентством по международному развитию, де-факто контролируется Газдепом США. Согласно которому на таможенных постах Казахстана установили американские компьютерные серверы, отслеживающие проходящие через границу товары. Официально все это необходимо для борьбы с легализацией преступных доходов, избеганием уплаты таможенных платежей. Но на деле и этого, похоже, никто не скрывает американские терминалы контроля за соблюдением Казахстаном санкций. Такое положение дел, конечно, не могло обрадовать Москву, для которой параллельный импорт давно стал неотъемлемой частью важных инструментов. И Казахстану в формате запрета на транзит сельхозпродукции очень важной статьи казахстанского экспорта предложили наконец определиться, что для него важнее. Тем самым еще раз была доказана истинность поговорки о том, что полакомиться рыбкой, не подавившись косточкой, весьма затруднительно. Что в итоге выберет официальная Астана? Скоро узнаем. Но мне почему-то кажется, что ей куда безопаснее будет перейти на более бескостный режим питания. Депутат Бундестага предложил починить Северный поток. В чем проблема Германии? В Германии начали раздаваться голоса в поддержку восстановления импорта российского газа. Пока такое заявление прозвучало от представителя партии «Альтернатива для Германии», но не исключено, что сторонников у такого предложения среди немецкой политической и бизнес-элиты будет прибавляться. До 2022 года Германия являлась одним из крупнейших импортеров российского газа, который поставлялся в эту страну через трубопроводы. В том же году на газопроводах Северный поток произошел пожар, трубы было выведено из строя несколько путепроводов, что фактически отрезало для Германии путь назад в вопросе импорта голубого топлива из РФ. Германия в ускоренном темпе запустила в работу несколько терминалов для приема жиженного природного газа. Как ранее заявили в Министерстве экономики ФРГ, к 2030 году планируется выйти на уровень в 56 миллионов куб такого газа, это примерно такой же объем газа, который поступал в страну от РФ по трубопроводам. Под разговоры о зависимости от России Германия переориентировалась на зависимость от другого поставщика – Норвегии. По плану, к концу десятилетия норвежский трубопроводный газ покроет треть потребностей Германии в этом виде топлива. Соответствующий контракт между норвежской компанией Якуенор и немецкой Сефи предусматривает выплату немецкой стороной 50 миллиардов евро. Уже в этом году ожидается, что норвежцы займут порядка 60% газового рынка Германии, что, опять же, примерно столько же, сколько занимало там РФ. О том, как отказ от российского газа повлиял на Германию, существуют разные мнения. Определенно можно сказать, что никакого падения экономики в этой стране не произошло. После решения Берлина жить без российского газа валовый внутренний продукт страны в последнем квартале 2022 года упал на 0,5%, а в следующем квартале это падение замедлилось до 0,3%. В целом, ничего критического, однако общая картина для немцев все равно вырисовывается грустная. Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям. Сложнее дело обстоит, если от средней температуры по больнице перейти к конкретным отраслям немецкой промышленности, которые традиционно были зависимы от газа, химическое, сталелитейное, машиностроение и т.д. По подсчетам аналитиков, за весь прошлый год промышленное производство ФРГ сократилось на 1,5% относительно показателя годом ранее. Такое падение на тот момент продолжалась семья месяцев и было рекордным за последнее время. Перед Германией замаячило проблемы диндустриализации и прощания со статусом промышленной сверхдержавы. Особенно тяжело пришлось предприятиям химической промышленности. Концерн БАСФ, являющийся крупнейшим в мире, анонсировал планы по сокращению более 2-5 тысяч рабочих мест, а также закрыл один из двух заводов по производству аммиака в Людвигскофении. Все это стало следствием высоких цен на энергоносители. Всего производство химпрома Германии упало в 2023 году на 10-6% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен на газ вследствие поиска альтернатив российскому голубому топлива – не последняя причина общего экономического кризиса в Германии, который наблюдается сегодня. Германия официально не смогла. Выборы с каждым месяцем все ближе, а Шольц так и не смог остановить экономический спад в Германии. Хотя, если верить правительственным цифрам, над которыми шаманили, как могли лучшие специалисты в данной области, то остановить он вроде бы смог. Но и только. Отметим, что Германия осталась единственной крупной страной Запада, которая не сумела вернуться к росту после кризиса. Вот, что пишет агентство Bloomberg. «Правительство Германии не видит никаких предпосылок к росту национальной экономики в 2024 году. Ранее прогнозировался рост на уровне 0,3%, но теперь официальные лица говорят лишь о стагнации, что является признанием поражения для крупнейшей экономики Европы», пишет Bloomberg. Сообщается, что такой исход станет очередным ударом для коллекционного правительства Олафа Шольца, при котором экономика не росла два квартала подряд с момента его прихода к власти в декабре 2021 года. В преддверии выборов, которые пройдут менее чем через год, отсутствие роста сужает возможности канцлера улучшить экономическую ситуацию перед тем, как он пойдет к избирателям. Во-первых, со всей очевидностью надо сказать, санкции работают. Ура, товарищи! Ну, хоть кому-то, если уж не нам, они нанесли пользу и причинили добро. В Берлине так долго рассказывали о том, что российские СМИ врут, что их знаменитые ограничения еще как ослабляют экономику. Вот они и ослабили до полного нуля. Да и то, там скорее до сих пор наблюдается небольшой спад, который изо всех сил маскирует под стагнацию, чтобы только не говорить страшное слово «рецессия». Во-вторых, Америка, наверное, довольна руками самой Германии причинить такой вред этой строптивой стране, которая при Меркель до последнего цеплялась за сотрудничество с Россией и отказывалась плясать под дудку Вашингтона. Теперь же, все, никакого потенциала для восстановления, одна только сплошная деградация, растянутая на десятилетия вперед. И что самое приятное для Гегемона, у Германии не будет никакого шанса поучаствовать в гонке по созданию электромобилей, которая намечается на ближайшие годы. Так что соревнование еще не началось, а ФРГ уже проиграла его полностью, благодаря Шольцу. Отмечается, что отсутствие роста связано с ослаблением промышленного сектора, снижением спроса со стороны Китая и трудностями перехода на производство электромобилей. Дополнительные факторы, такие как закрытие заводов Volkswagen в Германии и перенос инвестиций Intel, только усугубляют ситуацию. Слабый экономический прогноз также усложнит попытки правительства закрыть бюджетный дефицит, но может позволить взять больше займов для поддержки экономики.